Красноярские застройщики подготовили ряд поправок строительного законодательства. Они предлагают внести изменения в градостроительный кодекс, которые помогут быстрее возводить здания. Эксперты считают, что сейчас в отрасли есть проблемы, значительно тормозящие строительство. Красноярские застройщики говорят, законы и правила, по которым они работают, устарели. Их нужно менять. Необходимые процедуры перед строительством съедают много времени и средств. Одна из главных проблем – волокита с предоставлением участков под застройку. Сейчас, чтобы подготовить землю к торгам, муниципалитетам нужно проделать большую затратную работу. Сроки начала строительства в итоге затягиваются. Эксперты предлагают решить эту проблему с помощью инструмента, который сейчас не используется частно-государственное партнерство. Застройщик будет брать на себя часть функции муниципалитета и самостоятельно готовить участок перед началом работы. По большому счету, та стоимость, которая фиксируется в договоре купли-продажи земельного участка, она не платится, а согласно этому соглашению застройщик выполняет ряд обязательств дополнительных строек. Магистральные сети строят, я не знаю, детский сад на этой территории. То есть средства, которые потрачены на земельный участок, идут застройщикам на его же обустройство. Другой вопрос, который беспокоит строителей, это подключение к инженерным сетям. По действующим правилам под них нужен землеотвод, а территория может принадлежать нескольким собственникам или арендаторам. Процедура согласований затягивается, ее предлагают упростить, при этом не ущемляя ничьих прав. А есть вариант, когда есть, например, согласованный проект развития инженерных сетей города Красноярска, конкретного района, где понятны инженерные коридоры, где должны располагаться эти инженерные сети. И данные земельные участки обременяются публичными сервитутами, то есть не в целях частных каких-то, а именно в целях государственных развития инженерной инфраструктуры. И вот упрощается значительная система и согласования, и формирования этого земельного участка, и строительства. Руководитель строительной компании Мамед Абасов полностью поддерживает инициативу коллег. Он считает, что строители обязательно должны участвовать в формировании норм и правил, как это происходит во многих европейских странах. Сейчас возможности для проявления частной инициативы созданы и у нас. И это говорит об изменении подходов на высоком уровне. Цивилизованием было бы спросить у самих крупных застройщиков, у тех людей, которые много лет участвуют на этом рынке, как правильнее было бы все это обустроить. То есть с одного кабинета видно так, с другого так, но сами строители-то понимают, что происходит. А то можно придумать, написать закон, они работать не будут, и толку от них никакого не будет. Все будут искать выходы, как бы не соблюдать законы. Поэтому я думаю, что на этот раз правильный шаг сделан. Эксперты считают, что быстро и качественно строить по нормам прошлого века уже невозможно. Между тем, по планам правительства, к 2020 году объемы застройки должны быть увеличены в два раза. Добавлю все предложения застройщиков по упрощению норм и правил строительства. В ближайшее время будут направлены на рассмотрение в Госдуму. Телефон для ваших сообщений 29 29 115. Свои новости оставляйте на нашем сайте afontovo.ru. Наталья Истомина, Андрей Сенченко, Сергей Кашин. Афонтовы новости.